Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, желаю поделиться одним стихом Священного Писания, который записан в книге пророка Исаия, 53 глава. 53 глава, последний 12 стих. «Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причен был, тогда как он понес на себе грех многих, из-за преступников сделался ходатаем». Хочу обратить внимание на последние слова в этом стихе, слова самого Господа, слова Бога Отца, который говорит о Своем Сыне, «Который удовлетворен тем подвигам, тем великим служением и той жертвой, которая была совершена Его Сыном». И Он говорит, что Он будет делить часть между великими. Он удовлетворен абсолютно Его служением. И Он говорит о том, что и будет делить сильными, будет делить добычу. И говорит, за что? За то, что Он предал душу свою на смерть, к злодеям причен был, тогда, когда Он понес на себе грех многих. И последнее, за то, что Бог удовлетворен, за то, что Он для преступников сделался ходатаем. Вы знаете, братья и сестры, мы приближаемся к Дню Воскресному, когда мы будем здесь совершать вечерю Господню, когда мы будем петь, когда мы будем проповедовать, когда мы будем брать кусочек хлеба, глоток вина. Вы знаете, я каждый раз, когда приходит вот это время, особенно пятница, в молитвенном служении, рассуждая, Господи, а что же способствует этой атмосфере, что способствует тому, чтобы это событие, это служение действительно было для меня радостным, чтобы это служение было благословенным, чтобы мой дух внутренний действительно получил удовлетворение. Я понимал, что это очень серьезно все. Братья и сестры, и я, знаете, для себя всякий раз отмечаю, не зависит от того, настолько служение будет торжественным в плане подготовки программы, даже проповедь, новые баннеры повесили, может быть, еще что-то, гости приедут, друзья, абсолютно нет. Я знаю, одно для меня действует, когда слово открывается, и жертва Христа, подвиг Христа для меня становится очень драгоценным, дорогим. Я начинаю понимать то, что Христос сделал лично для меня, какая цена была уплочена. Братья уже говорили, первый проповедник говорил о цене страданий для Христа, какой смысл страданий несут для нас в нашей жизни, когда мы их правильно воспринимаем, когда принимаем как благо, когда Господь нас ведет к наказанию, это тоже служит благом. Второй брат говорил о ценности крови Христа, братья и сестры. Невозможно переоценить, невозможно понять глубину этого, братья и сестры, но мы каждый день, каждый день нуждаемся в пролитой крови Христа, в ее очищающей силе, в ее обновлении, в ее глубине. Братья и сестры, хочу обратить внимание на последние только слова самого Бога Отца. Он говорит, что Христос наш сделался перед преступников, за преступников, сделался ходатаем. Вы знаете, когда мы говорим об этой жизни, нашей реальной жизни, и вот это слово ходатай, оно применяется к судебной практике, субдебной стороне, правда? Мы говорим лойер, мы говорим адвокат, мы говорим человек необходим, а так устроена наша жизнь, когда человек совершает какое-то преступление, он находится на скамье подсудимых, ему не обойтись без посредника, без ходатая, без заступника, без адвоката. И вы знаете, когда мы смотрим на современную жизнь общества, ходатай бывают разные, и часто люди, которые выполняют роль посредников, лойеров, адвокатов, они зарабатывают колоссальные деньги на грехах людей. Они, вы знаете, выполняют многие функции, безусловно, среди них есть и порядочные люди, те, которые хотят как-то повлиять на судебную систему, хотят, чтобы судопроизводство, которое, скажем, совершено по отношению того или иного человека, его дело было закончено со всеми требованиями закона. Но есть и другие, есть те, которые знают, что преступник виновен, человек совершил преступление страшное, но ему платили огромные деньги, и он готов так делать, чтобы судебная система, вот эти шерстеренки, они работали в его направлении, так, чтобы человека оправдать. Почему он отрабатывает свой хлеб, и он прекрасно понимает, что этот человек виновен, но он стоит дорого, это его работа, и он будет делать все возможное, чтобы повлиять на судью, на суд присяжных, либо судья, кто будет выносить приговор. Знаете, братья и сестры, но невозможно святого и праведного Бога каким-то образом повлиять на него, заставить его думать по-другому, или попытаться, знаете, дать взятку, попытаться, может быть, знаете, проявить какую-то, ну, свою человеческую сторону. Бог написан, судья, праведный, Бог всякий день строго взыскивающий, его суд невозможно подкупить, его невозможно как-то, знаете, умолить, абсолютно нет. И когда мы смотрим, вот то, что произошло на земле, то, что произошло, грехопадение величайшее, которое было совершено в лице первых людей, и то, в каком состоянии оказались люди, и все человечество, не было никаких шансов, никакая цена не могла быть уплочена, друзья, и только был один, наш Господь Иисус Христос, праведник, который пришел на эту землю, чтобы взять на себя особую роль, особую миссию. Вы знаете, его обвиняют в следующем, к послании к римлянам, в пятой главе, в четвертой главе, есть один стих, удивительный стих, четвертая глава, пятый стих, написано так, «О неделающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Спержин писал такие слова в своей книге. «Бога обвиняют в том, что Он оправдывает нечестивого, и Бог соглашается с этим, и Он берет на Себя и говорит, да, я оправдываю нечестивого». Каким образом? Неужели глаза Бог закрывает? Абсолютно нет. Бог не закрывает на грех глаза. Нашелся то, который взял на себя грех всех людей. Нашелся тот ходатай, который взял и вступился за вот этих грешников, братья и сестры. Если мы посмотрим на список, интересные слова, «из-за преступников сделался ходатаем». Если мы посмотрим внимательно список этих преступников, братья и сестры, нам кажется, представится, что это люди, отбросы общества, люди, которые, может быть, серийные убийца, люди, которые повинны, может быть, в многочисленных жертвах, те, которые издавали указы, приказы о уничтожении тысяч и миллионов людей, да, будут там такие. Но я думаю, что если смотреть в алфа-фитном порядке, я найду там и свое имя. Я думаю, что вы найдете свое имя. Братья и сестры, и нам нужен только такой ходатай. Нам нужен только такой лоер, неподкупный, праведный, который взял на себя всю вину и все грехи человечества на себя. Спирджинг пишет другую вину, которую к Христу приписывает то, что он сделался ходатаем. И он говорит, Бог соглашается, я тот, я тот, который взял на себя вину, и я тот, который представляю пред Богом. Братья и сестры, интересно, слово стоит «сделался». Чаще всего в человеческих отношениях, когда происходит какой-то суд, отношения между адвокатом и подсудимым, они временные. Он посещает его в тюремной камере, он представляет его, может, дело в суде, и когда выносится приговор, он выполнил свою работу, и он отходит на второй план. Он дальше не участвует в жизни этого человека подсудимого. Его могли осудить, может быть, пожизненно, его могли оправдать, он выполнил свою работу, ему заплатили, братья и сестры, за Иисуса Христа так не сказано. Он не таков, он, написано, сделался, как надолго, на каждый день, навсегда, во веки веков, до последнего дня. Когда висел на Голгофском кресте он вступил в свою миссию быть ходатаем, и помните, как он молился, отче, прости им, ибо они не знают, что они делают. Друзья, его миссия началась, и первый оправданный грешник, разбойник, преступник, вошел вместе с своим ходатаем во святилище, вошел во святое, вошел в присутствие Господа в небесах. Братья и сестры, мы смотрим Священное Писание. Удивительно, братья и сестры, как Иисус Христос представляет наши интересы и сегодня, не только преступников, но и верующих, братья и сестры, и нам не обойтись без нашего ходатая, ни мне, ни вам. Когда мы смотрим текст Священного Писания, первое послание Евангелия от Иоанна, где апостол Иоанн во второй главе в первом стихе пишет так, «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали, сия пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, а если бы только согрешил, то Он пишет, что делать в этой ситуации, куда бежать, какому адвокату нанимать, какие деньги платить, что необходимо выйти в этой ситуации, Он пишет, то мы имеем вот этого ходатая пред Богом, Иисуса Христа, праведника, Он есть в милостивлении за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира». Братья и сестры, обратите внимание, когда мы думаем о Господе Иисусе Христе и Его служении как первосвященники сегодня, Он очень занят. Каждый день миллионы молитв и ходатайственные просьбы обращаются к нашему Господу. Ни одна просьба, друзья, не проходит к Отцу как только через Иисуса Христа. Он является первосвященником, Он является ходатаем не только за наши грехи, друзья мои. Я не могу объяснить, и мы никогда не сможем понять здесь на земле своим человеческим умом, представить это визуально, обрисовать картину, где находится престол Бога Святого. Иисус Христос представляет там нас с вами. Послание к евреям, 9 глава, записан в следующий текст Священного Писания. Послание к евреям, 9 глава, смотрите, как написано здесь апостол Павел еще раз показывает нашего Господа, нашего ходатая. Он пишет так, ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного, устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас предлицо Божие. Но вопрос, чем Христос занимается, братья и сестры? Кто-то представляет, может быть, окруженный славой, величией, принимает поклонение небесных жителей. Друзья, и это есть. Но его основное служение сегодня мы посмотрели и в послании Ивангелия Теана, послании, и в послании к римлянам, и в послании к евреям написано, чтобы предстать ныне за нас предлицо Божие. Только Его лицо Господь может принять Святой Бог. Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, за вот этот прошедший месяц, за эту неделю, сегодня, может быть, мы согрешаем. Мы должны признать факт, словом ли, мыслю ли, эмоциями нашими, доброе дело, которое должны были сделать и не сделали. Друзья мои, и не думайте, что Бог просто смотрит на нас, просто на кровь Иисуса Христа, и вот где-то подписан, вот этот, знаете, Его подпись, «Прощаю». Нет. Каждый грех Христос приносит, и Он ходатайствует, и Он просит Отца. Когда мы исповедуем, когда мы каемся, когда мы оставляем, друзья мои, это очень серьезно. В послании к римлянам, текст Висания, 8 глава, 33-34 стих, тоже говорит о ходатайском служении нашего Господа Иисуса Христа. 8 глава, 33-34 стих, смотрите, как здесь записано. Кто будет обвинять избранных Божиих? Вопрос, кто будет обвинять избранных Божиих? Вы знаете, что есть Тот, Который день и ночь обвиняет. Он еще не свержен, клеветник братьев наших, клеветавших пред Богом день и ночь. Я задаю вопрос, кто будет обвинять? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он и одесной Бога, Он и ходатайствует за нас. Я бы хотел сегодня, дорогая церковь, братья и сестры, помолиться вместе с вами и поблагодарить Того, Который взял на себя эту великую миссию, эту великую роль, сделался навсегда, до последнего дня, доколе войдет полное число язычников, доколе закроется дверь благодати, вот тогда Он будет совершать свое служение, быть ходатаем не только за грешников, не только за разбойников, но и за детей Его. Пусть Господь прославится в наших молитвах. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok